всем привет сегодня будет второе видео с буковеля будет очень много интересного полезного а также мотивационного материала так что обязательно смотрите этот влог до конца вот такая вот здесь у меня атмосфера любимая катается с инструктором а я для вас снимаю влог потому что когда она снимает влог она все вот убирает знаете ну девочки чтобы было красиво а вот так вот все в реальности только что отснял для вас видео с дрона вы видели некоторые кадры в первом видео не сильно удобная штука ребята такая знаете опасная залетаешь на километр уже начинает пищать потерян сигнал залетаешь на 200 метров вверх тоже начинает пищать часто пропадает сигнал плюс в некоторых местах стоят вышки он вообще не управляемая уже научился с этим справляться вот его просто отпускаешь он тебе летит куда ему захочется нужно вовремя его повернуть в нужную сторону батареи здесь хватает на полчаса и 20 минут вот реально 20 минут можно хорошо отснять так что я далеко не летал поснимал вам вот эту местность запустил сразу же с балкона я очень часто на путешествиях запускаю дрон с отеля в некоторых местах приходят жалуются говорят чтобы удалили видео потому что у них не разрешено снимать но я еще не одно видео не удалил что у них не было что у них как это Сейчас уже три часа, сажусь работать, с утра кайфанул, покатался. С утра такая хорошая погода, нету людей, вообще кататься кайфово. А вот в обед уже небо затягивает. Очень тяжело здесь выцепить солнце, так что когда оно появляется, сразу достаю камеру, чтобы нормально все снять. Потому что, когда идет жесткий снег, вообще невыносимо снимать. Сегодня, кстати, ребята, у нас был пожар. Внимание, уважаемые работники и гости. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохранить. Все, пожар закончился. Все, нету пожар. Господи, мы только пришли, переодевалась, и тут объявление, что возник пожар, и нас просят выйти на улицу. И все, но сейчас оно прекратилось. Жестко, все испугались. Я не испугалась совсем, но идем, наверное. Идем. Все посмотрим. Ой, так наслаждался видом. Но все нормально, тревога оказалась сложной. Кстати, вы спрашивали, почему я в очках? Да потому что везде снег. Везде все белое, и очень тяжело мне без очков. Короче, я пошел работать. Встретимся в следующем кадре. На этот раз, ребята, мы решили завтра заказать. Увидели, что вот здесь есть менюха, и можно заказывать яйца фашот, яйца бенедикт, яйца с беконом. Себе заказал два вот таких вот яйца бенедикт с лососем. Еще одно мне донесут. Порцию сырников. Сырники, кстати, здесь нереально вкусные. Здесь, ребята, один сыр. Я еще таких сырников никогда не ел. Фрукты, сок, нутелла под сырники. Смузи. Смузи. Во, вот это я называю завтрак. А что это за трава зеленая? Шпинат, я люблю. Шпинат. Ну, шпинат это такое. Ну что, приятного аппетита. Вот, принесли мне еще яйцо фашот. Я очень люблю яйца, я вам уже говорил. Пробиваем, и оно течет. Блин, желток это самое вкусное, что есть в яйце, да? А минус жидких яиц в том, что они мне постоянно вот вытекают на вещи, текут по бороде. Не могу я с этим справиться. Так, пришли забирать наши борды и будем сейчас кататься. Вот такой вот красивый борт у любимой. Так, с бордом не вкусно. А у меня вот такой вот отстойный. Любимая в Балаклаве. Помогите. Господи. Ужасно неудобная вещь. Я катаюсь в шапке, потому что вообще неудобно. Да, но зато она закрывает и лицо не дует. Можно вот так вот надеть на лицо. Покажи, как ты закроешь. Да, как шапка, а как лицо, короче. Все, да? Погнали кататься. Все, поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришли на фотосессию. Меня уже пофоткали. Фоткают любимую. Собаки такие крутые. Очень холодно, ребята. 15 градусов мороза. Но здесь как-то не чувствуется. Хорошо, браво. Умница. Отклонитесь. Немножко назад. Чуть-чуть. Хорошо, гром на меня. Гром. Смотрим, смотрим. Не хотят лежать. Балу на меня. Гром. Гром не слушается. Подвидитесь, пожалуйста. Ближе к Юрику. Этого не трогаем. Он не любит, куда ему ложат. Ром кину на него. Гром на меня. Ноги убрали. Рожки будут. Все, отработали, да? Да. Завтра мы хотим на 11 записаться на катание. Есть, да, у вас время? Не знаю. Сейчас посмотрю. Стоять. Это 500 гривен за одного человека залог оставлять, да? Одно катание 2 тысячи. То есть 4 тысячи будет, да? Да. Стоять. Стоять, балу. Иди сюда. Одно катание 2 тысячи гривен. Это 4 тысячи рублей. Так, мы пришли на экстремальное развлечение. Да, поменяли шубы на полчиках. Так, мы взяли маятник. Байк. Байк-зил. Электро. Да? Да. Электро вам или гибрид. Есть два в одну. Механика плюс электро. Ну, я поеду на механике плюс электро. Давайте мы ставим вам два гибрида, а вы по дороге разберетесь, что вам будет прикольнее по ощущениям. А можно там остановиться, да? Ну, да. Только если у вас тряски там большой не будет. Ага. Короче, едешь на велике по веревке. И я себе взял еще роутджамп. Ну, прыжок с вышки. Все, мы погнали. Продолжение следует. Итак, проехались мы в одну сторону. Сейчас будем ехать в другую сторону. Страшно, интересно. Как тебе? Фух, я даже не дышала, по-моему. Очень классно. Страшно, но круто. Ну, короче, ничего страшного. Можно крутить педали. Можно нажимать вот эту вот кнопку. Фух, мы это сделали. Приехали на эту сторону. Но такого, ребята, я еще нигде не видел. Готово? Еще нигде. Да. Я скажу, когда будем. Нет, не готово. Я никогда не готова. Можно. Смотри, для тебя пойти. Господи. Господи. Боже, как я боюсь, что-то истеть. Ты в этом. Скажите, когда? Представляю, я вам бояться. Держаться за что? Еще закрасим. Я вам скажу, переберетесь в последний. Скажите только. Ну, скажу. Я очень боюсь. Мама. Господи, держи меня. Держи. Что делать? Девушка. Говорю, все будет хорошо. Не бойся. Вот так держать? Да. Все, держи. Можно за Алиной держать? Да. Я не держу, даже камина. Держи меня. Держу тебя. Можно почему-то орать? Можно. Я к маме. Господи. Мамочки, держи. Держите. Ну что, готовы? Да. Готовы, девиция. Нет. Раз, два, три. Трудная. Ну, и что? Боже, как вы нашли? Трудная. 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 Ой, боже. С спятки упала. Яйца жмет, блин. Тирает. Ой, боже. Ну, это офигеть, ребята. Это того стоит. Я вам говорю, если у вас любимый человек есть, берите его, везитесь. Не катайтесь вместе. Везите, это так классно, когда вы упали. Только мне так трет яйца эта штука. Ой, отпускайте нас уже поскорее. Все, ребята, сейчас буду прыгать с вышки. Первый раз было очень стрёмно. Второй раз так же. Первый раз я прыгнул на счет. В этот раз тоже прыгну на счет. Очково. Первый раз прыгнул. Года два назад. С 35 метров. Тут сколько? Ну, 30 почти. Без двух. По команде 3-2-1 прыжок, но прыжок прямее. Да. Готовы? Да. И умедлить. Три, два, один. Погнали! Боже, какой же это как, ребята. Как же оно в стрёмном начале, вы не представляете. В глазах вот эти вот звездочки, знаете, как в мультиках. Но какой же кайф, ребята, вот первые там... Первые две секунды. Да какие две секунды? Первую секунду. Это ощущение ни с чем не сравнится. Первый раз нам сделали скидку, как блогерам, потому что вы говорили, что вот ты блогер, тебе должны делать скидки. Ну, уже 100 тысяч подписчиков, да, уже делают скидки. Дали нам бесплатную фотографию. Фотография стоит... 50 гривен. 50 гривен, это 100 рублей. Нам ее подарили. И нам ее, да, подарили. Еще и подписались на наши инстаграмы, каналы. Даже на мой... Да, подписались. Очень милые ребята. Очень классная обслуживание. Ох, классно. Жалко, что вот этот миг длится... Всего лишь миг. Всего лишь одну секунду, и ты не успеваешь... Настолько эмоций все равно. Им полностью насладиться. Да, эмоций очень много. Сейчас едем в отель. Переодеваемся и едем в Чаны. С горячей водой. Чан – это такой большой котел, как кастрюля. Она стоит на огне, и вода греется там, я не знаю, до 40 градусов. И вы себе там купаетесь. Все, идем в Чаны. Кастрюля, так холодно. Первый раз я был с пацанами. Мы тогда готовы были. Да, тут пойдем в речку, пацаны. Мы жесткие. Да. Вот, это наш, я так думаю. Слушай, ребят, минус 12 мороза сегодня. Первый раз я вот так вот сажу просто в полотенце. По холоду. Смотрите, вот так вот это выглядит. Я первый раз... А, накрытия нету, плохо. Меряем температуру воды. Ну да, 40 максимум. Доходит до 35. Так, здесь нам принесли закарпатский чай. Очень вкусный на травах. Держи. А, нет, давай сначала бахнем наливочку. Здесь у нас есть наливочка. Не наливочка, а медовуха. Очень вкусная. Она сладкая, она вообще не крепкая. Она очень вкусная пиа, и она вообще не крепкая. Так, ребята, зашли на ярмарку. Я себе взял попробовать все по порядку. Медовуха, хреновуха, вышнивка, карпатский бальзам. И смотрите, здесь ставят все на лыжу. И я буду сейчас пить с этой лыжи. Вот так вот ребята пьют, но я один. Вот это настоящий блогер, одной рукой все делают. Можете пить и снимать. Ребята, здесь 40 оборотов, но за счет того, что она такая приятная, теплая, насыщенная, этого вообще не чувствуется. Я первый так пью с одной рукой. Все пьют с двумя руками. На десерт у меня карпатский бальзам. Сюда входит 25 карпатских трав. Теперь они входят в себя. Вау, это самое вкусное. Ох, ребята, шикарная тут атмосфера после наливочек. Я взял себе борщица. Блин, так. Вот смотрите, какой тут борщ. Также идет смалец. Крышку нужно мазать и кушать. Нормально. Ну что, будем пробовать? Лев. Давай. А в хлебе больше. Ой, ну блин, очень вкусный. Нормальный тут такой кусок мяса, да? Так, по домашнему. Тут везде очень большие цветные порции. Сколько это больше? 150 гривен, 300 рублей. Как минималка на Олимпе. Для курорта, именно для Букамелия, это нормально. Классный снежок пошел, елочка, вообще тускушка. Я тоже хочу добавить. Просто все отдыхают, все супер. Я говорю, просто... Дай мне базар умеет. Люди больше, 150 рублей. Вот, намазал крышку. Эту крышку нужно кушать. А сейчас пойдем на ту сторону покупать сувениры. Так, ребята, накупили сувениры женщинам, мамам. Носочки. Взяли носочки. Покажи мишку. С оленями. Мои. С сердечком. А мужикам мы взяли вот такие вот доллары. Так. Вот такие вот взяли орехи. Они в меде. Акации. Мед с акацией. А, мед с акацией. Вот такие вот взяли белые грибы. Это очень вкусные грибы. Также взяли сыры. Козьи, овечи. Тут вообще вкус, неповторимый вкус. Вот в Амстердаме это вообще не сыры. Вот это реальные сыры. Ну и, конечно же, взяли наливочки. Вот, медовуха. Тут 25 оборотов. И 50. И медовый бальзам. Здесь 50 оборотов. Но из-за того, что большая выдержка, градус здесь вообще не чувствуется. Так, сколько этой? Митроруха. Этой полтора года. А этой? Год и два месяца. Год и два месяца. Но они, ребята, очень вкусные. Пьешь, вспоминаешь, как вкусно, заканчивается и заказываешь с новой почтой. Но это мы берем на подарки. Это же не себе берем. В этот раз, ребята, мы пришли в заведение посерьезнее и подороже. Опять же, заказали всякие непонятные блюда. Кстати, заказал жаркое с оленя. Я ни разу оленину не пробовал еще. Заказал кабана. А, и кабана тоже не пробовал. Заказал кабана на водке. Попробовали. Дальше. Здесь у нас паштет с косули, с кабана и с оленя. С всякими джеммерами. Здесь крем-брюле с белыми грибами и... С каштанами и трюфелем. С каштанами и трюфелем. Ты же каштан никогда не пробовал. Это нам подарок от заведения, как обычно. Какие-то сыры здесь, какая-то намазка. Ну и наливочки. Узвар. Еще я заказал кровянку с белыми грибами. Я такое не люблю, но попробовать нужно. Вот вам инсайт этого видео. Пробуйте все самое новое. Берите из жизни максимум. Вот что-то есть, такое, чего вы никогда не пробовали. То, чего всегда вам хотелось. Пробуйте, напишите себе список и пробуйте выполнять все это. Вернее, не пробуйте, а берите и делайте. Я очень редко снимаю, кстати, как я кушаю, но здесь просто очень вкусно. Вот эта вот штука. Скажи, любимая, что у нас еще? Здесь ты можешь снять, даже как я кушаю, хотя я ненавижу, когда меня снимают. Отпись, когда я ем. Это просто ребят, которые... Это крем-брюлей с белым грибом. С каштанами, с трюфелем. Еще сверху сыр. И оно карамелизированное, кисло-сладко-соленое и просто... Мне оно напоминает плаву. О, а вот кровяночка подошла. Но здесь кровяночка без крови, знаете, она такая попсовая кровяночка. Да, очень вкусно. И, кстати, кабан. Кабан на водочке шикарный. Какой-то грудоохотник. Вкусно? Да, очень вкусно. Класс, ребята, кто будет здесь приезжать. Так, пришли кататься на собаках. На Куаски. Да, я поеду первый, разузнаю дорогу и потом любимой скажу, какие там сложные повороты есть. Вот собаки. Идем к собачке. Сейчас покажу вам собак. Можно подходить к любым. Дотаете ручку. Ага. Вот, вот, заложниковый. Все. Все. Первый разузнает там все, разведает дорогу. Потом я. Нам уже провели инструктаж. Вот это очень красивое. Она как волк. Это девочка. Как зовут? Гурон. Это бачи. Гурон? Да, Гурон. 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 Так, это Тагил. Воришка. В карманах все сворует. Ага. Шрифт. Шрифт. Суд. Красавец. Даниэл и Эдик. Отдыхают, да, сегодня? Судят. Эд. Данин. Солы. Молодец. Спасибо, Данин. О, смотрите, у этого глаз один, да? Да, да. Что он один, они разные? Ну, а почему так, нет? Фактически у каждого глаза разные. Ого, прикольно, я не знал. Вы знали, ребята? Здесь тоже. А как самоедом? Блин, прикольно. Не показать? Нет. У тебя получается вообще темные, да? Джокер. Джокер. На боку. М. М. Такие жесткие, да? Как у волка. Ляша, Ляша, иди. О, а это какая порода? Ляша, и сама едут. Сама едут, сама едут. О, дебой, здесь китово. Какие хорошие. Яшка. Сами едят, они сами едут. Все сами делают, да? Это самые самостоятельные собаки. Сами едят, сами едут. Сами играется. Какие хорошие. Боже, Яшка. Ангел, папа, и Яша, это сын. Сын, шинашик. В карман залазит. А эти кто? Прикольно. Американские киты. Как? Киты? Да, желательно к ним не подходить. Таких не видел? Похоже на овчарок. Пять, пять, да. Да? С таким переплеснутым носиком. Это щенки. Ага. Это только щенки, а сколько им? Десять с половиной месяцев, двенадцать месяцев. Ну, это и четыре года. Десять-двенадцать месяцев, это четыре года, а разницы нет. Ну, парень вырастет где-то. А, еще вырастет побольше, да, будет? Семьдесят килограмм. Что ты меня толкаешь? Что меня толкует? Шура! И вперед, швей, вперед. Семьдесят килограмм. Так, я уже проехался, сейчас поехала любимая. Итак, что я вам скажу? Когда они едут вперед, ты едешь под горку, и они бегут медленно. А вот когда назад, назад вообще круто. Они с горки, они быстро летят. Ну, короче, ребята, это классно. Едешь, наслаждаешься видами. Короче, всем советую. Так, сейчас мы идем кататься на снегоходах. Смотрите, какие здесь бассейны. Бассейны с горячей водой. Люди себе купаются. Так, здесь бассейн с холодной водой. Пять градусов температура. Кинг-кардин? Да. Подписчик. Привет. Как дела? Блин, на Буковеле встретил. Давай селфи. Ребята, встретил подписчика на Буковеле. Круто, вообще не ожидал. Вообще, я тоже. Я видел, когда жена, вот девушка. Да, я видел, по сути, как ты в Буковеле. Думал, может, сюда зайдешь. Прибежал ко мне охранник. Я думаю, сейчас запретит снимать. И это оказался мой подписчик. Блин, встретил подписчика на Буковеле. Круто. Ребята, вот сейчас, вообще, в наше время, столько всего придумывают бассейны с горячей водой. Придумали эту велосипедную трассу. То есть, с каждым годом придумывают все новые и новые фишки. И отдыхать настолько интересно. Ну, конечно же, когда есть деньги, интересно. Может, эти фишки были раньше? Мы просто не могли себе их. Да, я просто не мог себе их позволить. А сейчас, хочешь, что делай? Хочешь, что делай? Круто. Потому что времени не хватает на все. Да, все. Спасибо, любимый. Едем с любимой на подъемнике. Первый раз встать. Первый раз вместе. Нам нужно на три подъемника. Сначала на пятый, потом на двенадцатый, потом на семнадцатый. И только так мы доберемся до места, где будет продаться на снегоходах. Да, тут так холодно, ребята, что капец. Да, очень холодно. Но очень красиво. Ну, вид я вам не покажу, потому что погода плохая. Идет снег, да, все белое. Но все равно красиво. Конечно, красиво. Давайте. Вы должны держать дистанцию 10-15 метров. Держим, не подъезжай. Хорошо. Также строго запрещено сезжать с трассы. Если вдруг с трассы съехали, ласки сход. Потому что много снега. Просто сажали тормоз. Подошел, сам выехал. Съели, поехали дальше. Хорошо. То есть, мы едем по инструкторам? Конечно, только за инструктором. Но где-то куда-то. Держим, не останутся, никуда не съезжают. Ну все, ребята, будем ехать. Держим, не останутся. Так, здесь мы сейчас едем на горе. Инструктор. Застряли. Инструктор пробивает нам дорогу. Сейчас буду снимать одной рукой. Потому что опять сраная Гоупроха меня подвела. Тут просто, ребята, очень красиво. Погнали. Как тебе? Круто, очень красиво. Все, буду заканчивать съемку. Потому что очень неудобно управлять одной рукой. Его немного носит. Блин, здесь очень, очень, ребята, красиво. Да, кажется, сейчас, серьезно. Здесь разворачиваемся. Обратно, да? И едем обратно. Все, короче, закончили мы. Как тебе? Холодно мне. Ну, круто. Ну, мне было жарко, потому что, когда едешь, ручки, короче, горячие и нормально. Пять минут и уже привык. Я понял, почему, ребята, у меня не снимала Гоупроха. Потому что вот, ребята, они все в чехлах. А у меня она без чехла. И без чехла на морозе она сразу же садится. А вот Сонька, кстати, не садится. И сзади сидеть ужасно просто. Почему? Потому что попрыгиваешь, держишься, скользко, сползаешь. И, ну, все же на меня. Снег весь на меня летит. И все мокрое. Ну, в елках очень красиво. Красивые виды. Да, вид как холодно. А так немного холодно, потому что вот именно... Желко, что солнце. Да, солнца нет. И сегодня именно такой ветер. И на склонах жестко продувает. А так, короче, нормально. В красивую погоду, когда солнце. Покататься, посмотреть виды. Так что всем советую, ребята. Итак, давайте подведем итоги этого влога. Решил записать итоги вот здесь, возле елок. Ребята, пробуйте все самое новое. Никогда, не знаю, не кушайте в одних и тех же ресторанах. Не ходите одной и той же дорогой. Вот я такой человек. Понятное дело, у меня там есть в Киеве, да, любимый ресторан. Там очень вкусно готовят. Но вот когда на путешествиях я, я хожу в разные рестораны. Я всегда пробую все самое новое. Я всегда интересуюсь тем, чего ни разу не пробовал. И жизнь будет намного интереснее. Помню еще в общежитии у меня был список. Я писал себе список и там писал абсолютно все вещи. Хочу айфон. Написал айфон. Потом покататься на трамвае. Я ни разу не катался на трамвае. Полетать на самолете. Полетать на воздушном шаре. Прыгнуть с парашютом. Вот, кстати, я ни разу не прыгал с парашютом. Надеюсь, в этом году я исполню эту мечту. Мы хотим прыгнуть с любимой. Наверное, первый раз я прыгну с инструктором. А второй раз я уже прыгну сам. Записывайте себе ваши мечты и выполняйте их. Пробуйте все самое новое. И тогда жизнь будет намного интереснее. А какой вообще в этом смысл, да, могут сказать некоторые? Ребята, когда вы рискуете, когда вы пробуете что-то новое, вы растете. Вот многие говорят, зачем путешествовать? Лучше сконцентрироваться на бизнесе. Путешествие, наоборот, помогает вашему бизнесу. В путешествиях вы отдыхаете, вы набираетесь сил. И именно в путешествиях к вам могут прийти такие крутые идеи. И потом, когда вы приезжаете с новыми силами, вы добиваетесь еще больших результатов. А те ребята, которые говорят, вот мне это неинтересно, зачем мне это, я знаю свое дело, зачем я буду тратить на это время, особо не преуспевают. Да, они добиваются определенных результатов, но они растут потихонечку, не так быстро, как те люди, которые путешествуют, которые пробуют что-то новое. Потому что, чтобы расти, вам нужно делать то, чего вы боитесь. Я вот не понимаю ребятам, бизнесменам, которые говорят, вот, нужно работать, это все детский сад, это ребячество. Ребята, а зачем тогда жить? Зачем тогда работать? Зачем тогда зарабатывать деньги? Зачем вам деньги, если вы не наслаждаетесь жизнью, если вы работаете ради работы, можно сказать, работаете ради денег? Жизнью нужно наслаждаться, жизнь нужно ценить и нести пользу людям. Знаете, почему ребята улыбаются, когда? Чтобы не трясли щеки. Чтобы щеки не тряслись. Итак, перед отъездом мы зашли в наш ресторан, который находится в отеле. Уже не стал заказывать традиционную местную кухню. Заказал фуага, ну, заказал оленину, стейк из оленины. Также заказал вот такие вот прикольные коктейли. Коктейль сердцеед. На грейпфруте очень горький и коктейль ведьма, да? Ведьма на ягодах тоже очень горький. Сейчас мы кушаем, ждем машину, едем на вокзал и встретимся уже с вами в поезде. Так, проверочка. На этот раз я точно выкупил весь вагон. А в нашем купе нет цвета, да? Да. А этот? Есть. Так, так же было и в том, только так. Ладно, мало света. Сниму вон там, где есть свет. Я все равно выкупил весь вагон. Так, на этом моменте я буду заканчивать, ребята, свой влог. Начал я влог с Буковеля в поезде и заканчиваю его тоже в поезде. Я надеюсь, вам очень понравилась вторая часть. В этой части было все экстрим, была польза. И была, конечно же, мотивация. Я думаю, вы замотивировались. Как же я рад, что я вот снимаю уже концовку. Вы не представляете, как тяжело поддержать все это в голове, потому что я читаю ваши комментарии. Когда я читаю ваши комментарии, я вот выбираю отдельную тему для влога и стараюсь вам ее объяснить и стараюсь показать вам все на своем примере. Держу вот весь сценарий в голове, продумываю, чтобы максимально сделать полезным и максимально сделать интересным для вас влог. Огромное спасибо вам, ребята, за поддержку, за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Огромное вам спасибо за то, что вы цените влоги и вам нравятся влоги. Поставьте этому видео лайк, всех люблю, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok